Если начало военных действий в Ливии казалось чем-то далеким от Латвии, то теперь Ливия, с которой, кстати сказать, нашу страну путали по схожему звучанию в начале 90-х, сразу после обретения Латвии независимости, так вот Ливия может оказаться куда как ближе Латвии. Латвия в той или иной форме может быть вовлечена в разрешение внутриливийского противостояния. Мировое сообщество объявило войну Ливии и Латвии снова впереди планеты всей. Мы поддерживаем бомбардировки сил Каддафи и мест их дислокации. Правда, наученные ошибками прошлого представители латвийского истеблишмента не спешат посылать латвийскую армию в Ливию завтра. Глава Минобороны страны Артис Пабрикс сказал, что официально свою позицию латвийские вооруженные силы сформулируют после принципиального решения НАТО. Причем, что такое решение будет принято в самые ближайшие дни, Пабрикс уверен, ибо с Каддафи медлить нельзя, сказал он. Итоги первых налетов ВВС Франции 48 убитых и 150 раненых мирных граждан Ливии. Помимо атак французов с воздуха, ВМС США только в субботу выпустили 110 ракет типа «Тамагавк», после чего получили в ответ 20-минутную канонаду сил противоракетной обороны Ливии. Местное телевидение сообщает, что в выходные дни сторонники полковника Каддафи выстроились в живую цепь вокруг аэропорта Триполи и в других важных точках страны. Депутат латвийского Сейма и многолетний директор Института внешней политики Атис Лейнш считает, что ни мировому сообществу, ни Латвии нельзя оставаться в стороне от событий в Ливии. Ибо, в отличие от Египта, где не было гражданской войны и армия с первых дней перешла на сторону демонстрантов, армия в Ливии осталась на стороне Каддафи и сейчас убивает своих же граждан-повстанцев, которые требуют свержения нынешнего режима.